Вчера вечером в комнату общежития типа барак на заводской 7, общежитие виза, ворвались негодяи. Продолжаются нападки на вьетнамских подданных. Вчера где-то 19 часов вечера, вот, это парень, это русский, они с девушкой пришли, вот, после вчера какой-то, какой-то причиной, и потом у нас на этой причине вчера еще пришли. И как ребята сидели в этой комнате, потерпевшие там комнаты, и он показал это какой-то корочки, это удостоверение, как это милиции, сотрудник милиции. И параллельно он это показывает, это нож, это вот классный нож и баллончики. Кауке лучше всех владеет русским языком из вьетнамской диаспоры в этом общежитии, поэтому объясняется со всеми. Потерпевшего зовут Буй Ван Цзы, студент Березовского индустриально-педагогического техникума. И еще трое были в комнате. Угрожая раскрашенным ножичком и газовым баллончиком, негодяи отобрали у них 1 миллион 100 тысяч рублей денег. Только в прошлой программе 9,5 рассказывали о дерзком налете на общежитие архитектурно-строительного колледжа на Сулимова. В четверг в 7 утра в комнатенку двух вьетнамцев, доброе утро, в Вьетнам, ворвались пятеро неизвестных в масках, в камуфляже и, угрожая пистолетом, забрали 71 миллион рублей. Ряженые скрылись, вьетнамцы не отмщены. В случае же с Буй Ван Цзы, грабителя задержали прямо в коридоре общежития при помощи группы немедленного реагирования Верхесецкого управления внутренних дел. И деньги у него отобрали. Вьетнамцев в этом общежитии на заводской проживает 43 человека, учится в техникумах вузах Екатеринбурга. Два зиместра учебный год, то есть стоит 2 миллиона 300 тысяч рублей. В свободное от учебы время торгуют на рынке. Нападающим же на иностранное население следует усвоить, что, во-первых, оно способно защищаться. Достаточно вспомнить девушку-корейку, которая в самозащите разбила голову грабителю чугунной сковородкой. А во-вторых, их защищают законы Российской Федерации и доблестные силы милиции. Достаточно вспомнить хрестоматийные случаи освобождения заложника Тиндиньху. Тиндиньху. Тиндинху? Тиндинху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова